Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы заканчиваем наш разговор о Элейской школе. И последним ее представителем мы поговорим сегодня о Мелиссе. Жизнь Мелисса приходится на V век до н.э. И единственное, что мы знаем из его биографии, очень мало знаем и о его происхождении, и о его смерти. Но из действительно выдающихся факторов его биографии, когда афинянин Перикол вернулся к себе на родину, Мелисс возглавил флотилию, и, подговорив жителей острова Самос, он напал на афинскую флотилию и разгромил ее в пух и прах. Через какое-то время, к сожалению, Перикол возвращается обратно с большой флотилии. И, естественно, что они осаждают несколько месяцев, а конкретно девять, скажем так, военную ставку, которую возглавлял Мелисс. Естественно, что город не мог выдержать девятимесячные осады, и ему пришлось сдаться афинянам и Перикол. О судьбе Мелисса дальнейшей, к сожалению, ничего не известно. К сожалению, в историко-философском плане дальнейшая судьба Мелисса была предрешена Аристотелем, который в свое время о нем очень нехорошо отозвался, достаточно низко и примерно на одном уровне. Говорит, что и Парменид, и Мелисс – это спорщики, для которых спор является главной вещью. Именно поэтому, но при этом он выделяет, что и Мелисс, точнее, что Парменида он оценил все-таки более высоко, чем Мелисса. Однако, это не так, и Мелисс сделал также немало важных вещей и открытий для Элейской школы. Одним из самых главных законов, которые формулирует Мелисс и которые действительно на протяжении всей историко-философской мысли, если не принимали, то все равно рассматривали на достаточно таком серьезном уровне, это то, что Мелисс формулирует в следующей фразе. «Из ничто и никогда не может возникнуть нечто». Именно в этой фразе и отражается вся та философская мысль и те философские воззрения, которые накапливались в Элейской школе. То есть, это те понятия того, что бытие есть, небытие нет, но в данном случае рассматривается абсолютно в ином плане проблема времени. Бытие также является вечным. И вечным оно является во времени в первую очередь. Потому что если мы говорим, что для Парменида, скорее всего, не существовало ни прошлого, ни будущего, потому что есть момент существования только здесь и сейчас. Но для Мелисса бытие выступает неразрывно, не только в плане материальной традиции того, что все неразрывно, все бытие является нечто однородным и нечто неделимым, а также выступает то тоже самое, он прилагает и относительно времени. То есть, относительно времени получается следующее, что все моменты бытия, они существуют одновременно, как в прошлом, так и в будущем. И здесь, естественно, он уже рассматривает единство бытия, не только самого по себе, но и относительно времени. Следующим немаловажным отличием, которое полностью противоставляется Парменидовской традиции, это то, что для Мелисса бытие не является предельным. Так как, если мы можем предположить, что у бытия есть границы, значит, оно должно граничить с чем-то, оно должно граничить с небытием. А с небытием или с инакобытием оно граничить не может. Именно поэтому можно сказать, что для Мелисса бытие, оно беспредельно, потому что у предельного нет, точнее, у предельного оно ограничено, а такого быть не может. Также надо отметить, что Мелисс также выступает против множественности бытия и говорит о том, что если бы была доступна множественность, если бы она была, скажем так, заметна взгляду, это могло бы произойти двумя следующими путями. Первый путь – это то, что если бы в едином мы могли бы различать вот эту вот множественность, но тогда, говорит он, были бы видны швы. А если бы одно, скажем так, одно множество каких-то вещей находило на другое множество, то, как, да, например, земельный грунт и так далее, то были бы видны слои. Но так как ни швов, ни слоев мы не замечаем и подметить не можем, то, соответственно, и множественности не существует. При этом очень сложно утверждать, если у Парменида было понятно, что такое истина и что такое мнение, и то, что истина возводит нас к разумному, и есть некоторые предпосылки и есть некоторые формулировки, которые помогут и приведут нас к правильному решению, то для Мелисса можно попробовать сказать с такой небольшой натяжкой, что такого, в принципе, правильного решения нет. Мы имеем две следующие вещи. И из этих двух таких парадигм, первое, это то, что из ничего не может возникнуть ничего, и второе, что сущее есть множественно, и то, что оно движется. И так как вторую парадигму принять гораздо легче, чем первую, то, естественно, от первой откажется гораздо проще, нежели чем от второй, хотя Мелисса выступает в некотором противоречии относительно этих двух позиций и этих двух тезисов. Также, что немаловажно отметить, Мелисса выступает в некоторое сложное отношение к мифу и к мифопоэтическому сознанию даже среди философов, и он предотвращает это следующим образом. Первое, что он говорит, что невозможно персонифицировать бытие, потому что как только мы начинаем персонифицировать бытие, мы лишаем его полноты, а это невозможно. То есть, как только мы наделяем бытие некоторым субъективным пониманием, восприятием и существованием, то лишаем его объективности. А бытие, оно существует лишь в объективности и ни в коем случае не в каких-то субъективных переживаниях относительно самого себя. В силу этого возникают его и предпосылки относительно религии. И говорит он следующее, что познание богов, оно невозможно, и поэтому учить и изучать их тоже не следует. И продолжая сравнивать Парменида и Мелисса, потому что без такого сравнения, естественно, невозможно, и первое, что, наверное, главным таким тоже моментом различности их учений является то, что Мелисса, наверное, больше даже материалистов, потому что если Парменид говорит об умопостигаемом, едином, то для Мелисса важно материальное единое. Таковы были воззрения Мелисса. Это была программа «Философские заметки». До новых встреч!